Инициативы сельских депутатов из Самарской области поддержали в федеральном Минсельхозе. В регионе будут разрабатывать проект по переработке отходов производства. Всего же на Всероссийском съезде в Волгограде было озвучено более 30 предложений от делегатов со всей страны. И принято решение, более 100 миллиардов рублей будет направлено на развитие социальной сферы села. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Сергей Павлов обо всем по порядку. 33 конкретных предложения по улучшению жизни на селе. Результат двухдневных дискуссий. Смысл инициативы от сельских депутатов и сельхозпроизводителей не просто увеличить финансирование ПКС федерального бюджета, а наладить работу в социальной сфере. Голос с места услышан. Ни одна госпрограмма в отрасли не будет сокращена. Наоборот, на обустройство сельской инфраструктуры в этом году поступит дополнительно 100 миллиардов рублей. Строительство этих объектов нужно начинать там, где действительно развивается агропромышленный комплекс. Чтобы для людей, которые в нем заняты, были практически сразу же возведены дома для жизни, в том числе для молодых специалистов. Проведен газ, чтобы было улучшено снабжение питьевой водой. Построены школы, детские сады, медицинские учреждения, клубы, спортплощадки. Строительство дорог, говорят на съезде, до сих пор самая острая проблема. Треть всей сельской дорожной сети России не имеет твердого покрытия. На решение задачи в этом году направят 7 миллиардов федеральных субсидий. В рамках новой федеральной программы заложены солидные средства и на строительство фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики. Кроме того, в этом году увеличится погектарная поддержка аграриев, а молочная отрасль получит уникальный шанс. Сто процентное субсидирование ставки по кредитам сроком до 15 лет. Мы стали больше производить и молочные промышленности, и мясной. И что эта программа будет продолжаться, и что мы выходим все равно уже в лидеры мировые. И по производству зерна экспорт увеличился. Самарскую область на съезде представили 10 делегатов. Волнующие их темы – предложение государственного регулирования цен на зерновом рынке, вопросы экологии и поиск вариантов переработки отходов сельхозпроизводства. Последнюю идею поддержал лично министр сельского хозяйства Николай Федоров, предложивший самарскому делегату подключиться к разработке проекта. Другие направления, обозначенные на съезде, партийный актив рассмотрят уже на месте. Уже на этой неделе у нас состоится круглый стол. Мы пригласим профессиональное сообщество, безусловно, и министра сельского хозяйства, для того, чтобы обсудить итоги съезда и, возможно, развить какие-то положения, которые там прозвучали. Возможно, уже в ближайшее время многие инициативы съезда обретут силу закона, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Сергей Павлов, Александр Каракулько, Егор Майоров. Новости губернии. Волгоград. Новости губернии. Волгоград.